И мы уже готовы представить вам наших гостей. Это Евгений Стельмах, адвокат. Здравствуйте, Алексей Бернатович, исполняющий обязанности начальника отдела безопасности дорожного движения УПП Одесской области. Добрый день. И Геннадий Кучеренко, ведущий юрист-консульт управления Укртрансбезопасности в Одесской области. Здравствуйте. Ну и вы, уважаемые зрители, также можете присоединиться к нашему голосованию. Сегодня вопрос нашего традиционного интерактива звучит так. Основная причина ДТП с участием маршруток. Что это? Неисправность авто или все-таки халатность водителей? Можете отвечать, позвонив к нам в студию. И также для тех, кто сидит в Фейсбуке. Вы можете отвечать также на нашей странице в социальной сети. Вопрос в Фейсбуке звучит примерно так же, как вы считаете. Основная причина ДТП с участием маршруток. Что это? Неисправность транспорта или халатность водителей? И вот уже я прошу режиссера показать нам страницу. Некоторые телезрители уже отвечали на этот вопрос. 29% пользователей Фейсбук, которые зарегистрированы, сидят на нашей странице, считают, что все-таки это неисправность транспорта. Ну и подавляющее большинство, 71% ответивших, считают, что все-таки халатность водителей виновата в том, что ДТП так часто случаются. Если вы стали свидетелем ДТП с участием маршрутки или, возможно, вы видели, как водитель маршрутки, не подобающий себя, вел, вы также можете звонить в нашу студию по телефону 726-33-26 и в прямом эфире рассказывать то, что вы видели. Да, ждем ваших звонков. Итак, давайте будем разбираться в этой проблеме. Да, действительно, занялись правоохранители органы проверкой маршрутных такси. В Киеве активно сейчас ведется эта кампания. Насколько она будет результативна и долгосрочна ли? Либо же неделя пройдет и все забудут. Давайте поговорим о нашем городе, по поводу одесских маршруток. Кто проверяет их перед тем, как они выезжают на маршрут? Или не проверяют? Кто за это несет ответственность? Первичная ответственность за нарушения, связанные с эксплуатацией маршрутных такси, если говорить о таковых, а именно в режиме маршрутного такси у нас обеспечиваются перевозки внутри города, я не говорю о межобластных или пригородных, то ясное дело, что организатор перевозок, то есть перевозчик, который должен следить и за техническим состоянием эксплуатируемых подвижного состава и за соответствием водителей необходимым требованием при допуске к работе. Но, к сожалению, как показывает практика, перевозчик не следит за состоянием транспортного средства и тем более за состоянием водителя. Возможно, другой должен быть орган в Украине или может он есть, который проверяет это? В связи с этим, мне кажется, важный вопрос к Алексею, вот как отдел безопасности дорожного движения как-то курирует маршрутки, маршрутные такси, автобусы? Проверяются ли они хотя бы планово? Управлением патрульной полиции и в лице отдела безопасности дорожного движения постоянно проводится контроль за техническим состоянием маршрутных транспортных средств, как в городе Одессе, так и в Одесской области. При выявлении таких технических неисправностей составляются соответствующие административные материалы, как на водителя транспортного средства, который осуществляет пассажирские перевозки, так и на должностное лицо, именно на перевозчика, который выпустил на линии технические неисправные транспортные средства. Либо водитель не прошел медицинское освидетельностение перед выездом, то есть он находится в здравии, давление у него в нормальном состоянии, он не находится в алкогольном опьянении. Уточнение обследования должен проходить каждое утро, когда выезжает на линии. Да, перед каждым выездом водитель должен проходить медицинское освидетельно. Но ведь на практике все не так. На практике ведь не так? Нет, на практике это так. Ну, если эти случаи выявляются, я же говорю, с сотрудниками полиции составляются админматериалы и несет ответственность не только водитель, который выехал, но и также самое должностное лицо. Далее передается эта информация как на управление Укртрансбезопасности, так и на органы местного самоуправления. Есть ли какая-то статистика за последнее время, насколько много таких случаев было выявлено? Статистика данная есть, да. Выявляются, практически каждый день выявляются автобусы, которые не в надлежащем техническом состоянии. Это как и переоборудование. Это переоборудование в чем выражается в дополнительных местах, когда блокируется аварийный выход для пассажиров в случае ДТП. То есть нюансов очень много. Это начиная от резины, которая находится на транспортном средстве, то бишь она зимняя, либо она летняя, когда она по сезону, заканчивая огнетушителями и прочим. И такой вопрос. Если отдел безопасности находит нарушение, в этот же день эту машину ликвидируют или что с ней делают? Ее отвозят на штрафстоянку. То есть какова вероятность того, что она все-таки может выйти даже после, допустим, выписания штрафа, все равно выйдет? Если есть основания, да, автомобиль должен сняться с маршрута и отправиться в парк. То есть пассажиры должны быть высажены. Это в большинстве случаев делается на конечных остановках, что касается города Одессы. На междугороде перевозчик, согласно законодательству, должен предоставить автобус для своих пассажиров, если у него выявлено нарушение. У нас есть уже первый звонок нашего зрителя. Сейчас услышим. Добрый вечер. Как вас зовут и какое мнение? Виктор Иванович, значит, тут такой вопрос. Вот эти все ЧП, вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Говорите, пожалуйста. Да, вот эти все ЧП. Первое. Руководство виновно во всем вот этом. Раньше на автобус брали, чтобы был стаж не менее пяти лет на любом грузовом машине. Раньше. Сейчас берут с улицы, кого попало. Это все забыли. Это первая причина. Вы посмотрите, молодежь за рулем. Второе. Нигде на автобусах, между городниками, нет ограничения скорости. Едут, кто сколько может, с автобуса выжимает. Вот это наследство. Мне очень большой стаж. Я не хвалюсь то, что было. Но просто я еду и смотрю, что на городе, за городом творится. Это все, что я хотел сказать. Никто не отвечает. Автобусники, они не отдыхают как надо. Вы посмотрите, в 6 утра встаньте по маршала Жукова, по Фрунзе. Один автобусный парк, вот это он Севертранс. Они все летят на Таирово с какой скоростью. Был на юг Таирово, убрали. Сделали там какой-то базар. И теперь говорят, что вот это все скорость. И вы посмотрите, в 6 утра, без 20, что в городе творится. С какой скоростью они ездят. А небольшое уточнение, можно вам, вы водитель маршрутного такси или просто водитель? Нет, я бывший водитель, я пенсионер давно. Но я ездию. Но просто я рука... А бывший водитель маршрутного такси, да? Сегодня никто не ездит как положено. Считанные машины ходят правильно. А остальные едут как хотят. Спасибо, спасибо вам большое за ваше мнение. Да, и вы все замечания, пожалуйста. Уважаемый телезритель, абсолютно правильно сделал замечание, такое вот правильное наставление, можно сказать, в отношении необходимости выполнения режима труда и отдыха. Вот он этот вопрос поднял. Я хочу сказать, что Украина ратифицировала, не так давно ратифицировала правила так называемого ЕУТР. Едина европейская угода транспортных работников. Она уже имплементирована в наше законодательство. Согласно нормам данного нормативного документа, каждое средство транспорта, которое перевозит пассажир, должно быть обеспечено таким прибором, который называется тахограф. Тахограф, с помощью тахографа, расшифровка его дает нам возможность, инспекторам Укртрансбеспеки, обнаружить о том, как выполнялось водителям вот эти требования по режиму труда и отдыха. То есть есть целый ряд необходимых требований, которые, ну, в зависимости от расстояния, которое он должен ехать, от маршрута, от количества пассажиров, как он должен отдыхать. Ну, давайте понимать, смена водителя маршрутного такси начинается в 5 утра, да? В 5, в 6. Заканчивается поздно ночью. На сон у него остается, ну, сколько там, часов в 5, не более. Тут питание, что почему эти водители не так бьют свои автобусы, как патрульные полицейские, да? Тому таке. Действительно, все эти условия нужно, чтобы они были сохранены. Но кроме этого нужно еще подходить к подбору персоналу. Потому что зарплата там невеликой, насколько я понимаю. Туда никто не хочет идти. И поэтому берут, ну, всех, кто... У кого есть права, их берут. Охочий будет так працювать. И поэтому, я не знаю, приезжаешь на цьем маршрутном такси и такое впечатление, что десь какие-то курсы специально подготовки водителей маршрутных такси. Вы, Евгений, очень правильно заметили, что важно правильно подбирать кадры. И на самом деле некоторые ДТП связаны даже не с халатностью водителей, даже не ДТП, случай в маршрутках, а с хамством. И один из таких случаев произошел в Николаеве 19 июля. Водитель маршрутки, который гнал с огромной скоростью по трассе, которому сделали замечание, немало-немного побил людей, которых вез. У нас есть небольшое видео, сюжет по этому поводу. Давайте его посмотрим и продолжим обсуждение. Маршрутчик неадекватный. Нож с большой скоростью. Люди в салоне ничего-то не подкрыгивали. Но многие объясняли, что сильно едешь быстро. Я больше всех начал возмущаться. Я и водитель, и из мужчин больше кто мог сказать. Он начал рыбаться. Масти, понятия, там еще что-то. За нож хватался. Водитель за нож хватался? Да. В итоге здесь на гражданской. Многие люди начали доказывать что-то. Он женщину снял номера, что он не маршрутный, все, он начал выгонять с маршрута. Ну он вас ударил, физическую силу применил? Да, вот я и сбитый. Ну вот в связи с этим вопросом, а психологическую экспертизу какую-то должны проходить водители или нет? Ну при таких обстоятельствах, как мы только что увидели сюжет, это уже вопрос криминальной ответственности. Оскільки, на мою думку, тут был порушен и гражданский порядок, и нанесены телесные ушкоджения. Тобто уже водителя нужно притягивать до криминальной ответственности и в дальнейшем судить. В связи с тем, что в стране экономическая ситуация не очень хорошая, скажем так, это мягко сказано. Поэтому берут людей, которые хотят меньшую заработную плату. А, конечно, и уровень квалификации намного нижний. Нижний уровень квалификации мы получаем и ДТП, и такие случаи, и хамство, и воздействие людей, как, извините, как дрова. Вот и все. Понимаете, одно дело, когда замечание там делают обычные пассажиры, а, казалось бы, совсем другое, когда делают замечание полицейские. Такой случай произошел в Киеве. Маршрутка закрыта, меня не выпускают. Кому я звоню? Будь ласка, мисси, наверное, на капоте. Будь ласка, скажу, будь ласка, на сцену. И далее происходит следующее. Покажите сейчас в поле окне, что же произошло. Вот этот вот водитель маршрутного такси, которого закрыл полицейского, вызвал, я так понимаю, других своих коллег, водителей маршрутных такси. И сейчас мы видим, что полицейского избили в салоне маршрутки. Вот это действительно уже головой ответственность. И просто представьте, обычный пассажир может рискнуть и сделать замечание водителя, если здесь избивают полицейских. Ну, тут уже питание в громадской позиции. Комусь его совесть не позволяет ехать и мовчать, и он обязан просто сделать какое-то зауважение. А кто-то скажет, на что мне эти проблемы, я лучше тихо соберусь и выйду на свою зупинку, и все. Вот, ну, скажем так, вот это и вся измененность. Звичайно, после таких ситуаций будет все меньше тих людей, которые будут проявлять громадскую активность и делать какие-то зауважения, потому что, в принципе, оно приводит до таких вот наследований. Поэтому, снова таки, вопрос в контроле, контроль за деятельностью субъектов господарювания, которые занимаются наданием таких послуг. И, чтобы уже дальше эти субъекты контролювали качественный подбирь кадров. Вот и все. Давайте услышим следующего зрителя. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Олег Петрович. Значит, я хочу сказать, что маршрутные такси, как и весь общественный транспорт, нужно проверять не так вот компанейски, как у нас делается, как всегда, а планово и ежегодно, ежеквартально. Маршрутные такси, очень многие, находятся в отвратительном состоянии, и там безопасности практически нету. Двери, которые сзади маршрутки, которые должны быть всегда, так сказать, легко открываемые в случае пожара или какой-то аварийной ситуации, заблокированы. Переполнены маршрутки. Маршрутки очень старые. Вот я иногда езжу на маршрут на четвертом маршруте на седьмой километр. Этой маршрутке 46 лет. Понимаете? Это ужас. И она до сих пор работает. И там масса таких явлений. Поэтому контролировать нужно регулярно весь общественный транспорт. Весь общественный транспорт. Это однозначно, потому что жизнь и здоровье людей. И тут на, так сказать, на совесть перевозчиков не надо полагаться. Тут нужен жесткий государственный постоянный контроль. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Да, то, о чем мы говорили, верить перевозчикам, ну, я думаю, не стоит. Должен быть определенный орган. Есть ли у нас такое в Украине? Безусловно. Укртрансбеспека, в частности в Одесской области, это территориальный орган, центрального органа, выконавчие влады, Державные службы Украины с беспеки на транспорте. Телезритель абсолютно прав. Ветповедальность, ответственность несет перевозчик, организатор перевозок. И за подбор кадров, и за этих водителей, которые ему недорого обходятся в погоне за прибылью. Он их таковых имеет. Вот, и за все остальные вопросы, начиная с технической стороны, вот, и заканчивая даже вплоть до и поведением этого водителя, он несет ответственность. А в день много восстанавливающих маршрутчиков, которые нарушают. День много, я даже добавлю, наверное, больше. С 23-го числа внедрено по поручению Национальной полиции Министерства внутренних дел проведение профилактических мероприятий по снижению аварийности. Это операция перевозчик. На основании этой операции созданы специальные мобильные группы с представителями Укртрансбезопасности, сотрудников управления патрульной полицией в Одесской области. На проверку всей области, ну, приоритет отдается всегда, это трасса международного значения и национального значения. Те дороги, которые идут на Европейский Союз, и в основном это Белоруссия, туристы к нам ездят. Сейчас много, сейчас поток идет очень большой. Лица в рамках своих полномочий будут действовать жестко в границах законодательства. Я еще раз повторяю, что не будем церемониться, если транспортное средство находится в неисправном состоянии, если есть предпосылки для его эвакуации, оно будет уезжать на штрафплощадку. Никто не будет играться. Произошла трагедия, погибло за сутки 26 человек. В Житомире погибло 10 человек, в Кривом озере Николаевской области 5 человек погибло, и включая 6 детей было. Поэтому, я говорю, никто играться не будет. Есть жесткая государственная позиция по данным фактам, и мы в рамках своих полномочий будем предпринимать все меры. Самое страшное, Алексей, что именно благодаря вот таким страшным событиям, как в Кривом озере и под Житомиром, и получается, что приходится проводить такие проверки. Кстати, это не единственный случай, когда с маршрутными такси что-то происходит не так. Я прошу сейчас показать новость режиссера на ноутбуке. В маршрутке Коблева-Николаев люк рассыпался прямо на пассажиров, и осколки ранили двух человек. Это новость от 23 июля, и вот даже есть небольшое видео, где, в общем-то, видно людей, которые пострадали. Вот мужчина, как мы видим, мужчина с пробитой головой. То есть, получается, что даже несмотря на то, что проверки идут, да, все равно, как сложно охватить всю Украину сразу, потому что мы видим географии абсолютно разные. Давайте за Одессу сейчас поговорим, потому что Украина... Ну, сложно-сложно, ну, есть люди, есть поставленные задачи, их нужно выполнять в любом случае. Работать на износ, думаю, у нас это получится. И что самое странное, была операция перевозчиков, которая длилась два месяца, была наработана очень немало, очень плодотворно. Ну, она закончилась, и появилась эта трагедия, так как Черная Пятница для всего государства была. Ну, тут уже питание в иншему, тут питание уже контролю швидкости за швидкосным режимом, потому что большинство ДТП как раз происходит именно из-за этого. Причем обгоняя друг друга на пешеходных переходах. Я сам был свидетелем, догоняя пассажиров, да. Ну, это касается автоматической автофіксации правонарушений в режиме скорости, это Евгений Анатольевич очень правильно сказал. То есть, тут есть многие факторы, которые нужно уже сегодня, уже сейчас по ним работать. До речи, там мають повернутися контроль швидкости, начи радари, такие самые, как были раньше, или нет? Ну, может так, с 27 липня. 27 липня повертаються старые методи, потому что на новые нет денег. Ну, их очень не хватает. Пробедите любые методы. Я не думаю, что наши маршрутчики дотримаются 50 км на час. Абсолютно нет. Я вам больше скажу. Напевно, что 90% граждан не дотримаются. Но кого не запитают, он скажет, так, я езжу по правилам, я ничего не порушу. И он будет абсолютно правый, потому что не зафиксовано, ни пойман, ни вор, как то кажут. Но другое дело, когда маршрутчик везет полностью забитую маршрутку, это вообще отдельная тема. Какое количество пассажиров допускается в маршрутке? То, что установлено заводом-изготовителем, то есть свидетельство о регистрации указано количество мест для сидения. Мы часто выявляем, когда появляются дополнительные места. Я говорил уже о том, что заблокированы аварийные выходы. Пульчики ставят. Да, когда сзади. Когда багаж грузят полностью, когда аварийный выход полностью заблокирован. То есть факторов очень много. Это все время проверяется и составляются админматериалы, которые должен водитель, если он не может устранить их на месте, он отправляется либо на эвакуаторе, будет на штрафплощадку, либо обратно в парт. Он уже на маршрут не имеет права выходить. Самая жаркая пора для проверок, мне кажется, это час пик, когда люди буквально просто вываливаются из дверей маршрутки. И не буквально бывают случаи, когда люди вываливаются из маршруток. Какое количество стоячих мест должно быть? В каждом автомобиле по-разному. Они написаны. Обычно не написаны. 24 или до 7, вот так вот. Ну, не далеко, не 40. Больше стоячих, чем сидячих. Нет, ну, с заводом-изготовителем, если это касается городских маршрутов, там есть 25 для сидячих мест, там 40 для стоячих. Как бы это и есть. 40 мест. Можно связывать. Ну, никак не 80. Ну, да. Я хочу обратить внимание, что режим перевозок пассажиров, маршрутное такси, изначально, когда он был применен у нас на Украине, он предполагал перевозку пассажиров как в такси, сугубо в сидячем положении. Где вы видели такси, где люди стоят. Режим движения остался на трафарете, написано маршрутное такси. Однако законодатель с 99 года счел возможным позволить перевозчику перевозить пассажиров в стоячем положении, ссылаясь на технические возможности данного транспортного средства. Знаете, я знаю, вот месяца 4 назад, около 4 назад, я побывал в Белоруссии, недельку побыл там в Минске, вот и в Гомеле побывал. И поездил в режиме, у них тоже есть такие маршрутки, и они тоже называются маршрутное такси. Но у них, как и у нас когда-то на Украине, режим маршрутное такси предполагает перевозку пассажиров сугубо в сидячем положении. А перевозчик, он должен обеспечить под пассажиропоток на данном маршруте столько транспортных средств, чтобы он, этот перевозчик, мог выполнить договор с тем, с кем он заключил договор, на перевозку пассажиров сугубо в сидячем положении. По-человечески перевозят пассажиров. У нас такое вряд ли возможно в Одессе. А у нас было такое, у нас до 99 года так было. А сейчас, на данный момент, а почему невозможно, перевозчик втонет, что у него мало выгоды, но одновременно не успевает на побережье расти у него частные хоромы, у перевозчиков. Но не в этом дело. Кто это может изменить? Это должно измениться законодательство общеукраинское? Да, да, общеукраинское, да. И вот, например, режим труда и отдыха, нарушение режима труда и отдыха, вы знаете, какой штраф для перевозчика? 340 гривен, представляете? Мы выезжаем на проверку, находим, добиваемся, штрафуем. 340 гривен, смешно. Это административный, а вы же сказали про административно-господарский санк. Правильно. У вас евро считается все, не? Не, это совсем другое. Это плата за ГВК, габаритно-ваговый контроль в евро. Да, вы правы, как адвокат вы это знаете. Однако административно-господарское стягнение за порушение режима праці та відпочинку – 340 гривен. 340. Ну, давайте прервемся на звоночек телезрителя. Очень жаркая тема. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и какой у вас вопрос? Добрый день, вы ко мне? Да, да, да. Говорите. Меня зовут Виталий Андреевич. Одесса. Да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Вот товарищ сидит, рассказывает, что тут масс-мораторий на проверку. Когда это было такое? На безопасность вести мораторий. Никогда не было. Моцбезопасность, я говорю, должна соблюдаться ежедневно. Вот это он что-то, я говорю, не туда рассказывает. Теперь прежде всего, прежде всего, не в том, что переоборудован такси или микроавтобус на автосангрузового, на людской. Какая разница? Рама тут, в основном, я говорю, конструкции несущие, не переоборудуется, не переоборудуется. Сидения. Это же не страшно. Раньше ставили стульчики, знаете, нет? Если не хватало, то, я говорю, этот самый. Вместо добавляли сидушки такие, стульчики в проходе. И ехали люди. Прежде всего, виноват человеческий фактор. С этого надо начинать. А то автобус не такой, все другое, третье. Человеский фактор. Прежде всего, водители должны работать не более восьми часов. Так или нет? Вы меня слышите? Спасибо, услышали вас. Вот такое вот мнение. Кстати, да, стульчики ставят и сейчас. Есть такие вот приимчивые водители. Да, да, считают, что все-таки человеческий фактор превалирует. Вы все-таки как считаете? У нас людский фактор, он скрізь в будь-якій сфере життя, в будь-якій структуре. И даже не включая Укртрансбезпеку, не включая полицию, скрізь есть людский фактор. Поэтому от людского фактора нам не дитись абсолютно никуда. Но нужно, кроме людского фактора, жорсткий контроль для того, чтобы у нас был порядок и не были ни порушены права, ни тех самих водеев на работу, не были порушены права, ни пасажиров, которых перевозят. Вот тут потребен баланс и тут потребен комплексный подход. За кордоном очень правильно до этого всего подходят. И в той же самой Белоруссии, я расскажу про пост-радянскую краю Литву. Там нема взагалі маршруток, там автобусные перевезения, великі автобуси, в которые заходят абсолютно много людей, очень много. И они ездят очень комфортно и классно. И местные для инвалидов. Как, до речи, у нас в маршрутках местные для инвалидов, а их абсолютно нема. Потому что на вязку заехать в той микроавтобус, которым перевезник забезпечив, так как перевозить людей, абсолютно неможливо. Вот что с этим делать? То есть у нас глобальная проблема. Не только там в воде, что они не подготовлены, не квалификованы. У нас глобальная проблема скрязь. И нам, чем быстрее, нужно ее начинать решить. У нас с пироговым проездом очень большие проблемы, на самом деле. Давайте встретим еще одного нашего гостя, Александр Котов, автоэксперт. Александр, проходите, пожалуйста, к нам в студию. Ну и, да, мы уже достаточно долго обсуждаем тему маршрутных такси, безопасности. В них кто же все-таки виноват? Это халатность водителей в том, что так часто случаются ДТП с маршрутками? Или все-таки это технические неисправности? Как вам кажется, как автоэксперт? Я думаю, что это совокупность всех этих факторов и даже тех, которые вы не успели еще озвучить. Их достаточно много. Далеко не нужно ходить. Я пока ехал к вам на эфир, возникла банальная простая ситуация. Все те же наши любимые маршрутки, желтые Богданы, вечно горящий левый поворотник. Естественно, все мимо него едут, а там люди засыпаются, высыпаются. Идет процесс жизнедеятельности. И человек с открытыми дверями просто раз стартует в левый ряд. Пользуясь своим законным правом, что якобы он припарковался в месте для высадки пассажиров. То вентиляция, чтобы просто не так душно было. Давайте этот вопрос мы позже. Кондиционирование. Это было на самом деле достаточно резко и пришлось тормозить в пол. Некоторые люди даже умирают от того, что, извините, выпадают из маршруток. Что нам с этим делать? Говорили, проверки есть. Штрафы маленькие. В конечном итоге, кто виноват, хорошо. Вот виноваты владельцы маршруток, сами маршрутчики и так далее. Делать-то мы что будем с этим делать? Воинная держава в первую очередь, потому что нет жесткого контроля. Был бы жесткий контроль, был бы больше-менш порядок. Если нет контроля, никто не контролирует. Вот все производят до того. Выбачьте, техогляд. Проходят техогляд эти транспортные засобы маршрутные? По-моему, раз в рік. Так? Они приходят, у них обязательно должен быть протокол прохождения технического контроля, который не должен быть. А теперь нужно начать с того. Той инспектор, или та особа, которая проводила техогляд, и которая поставила штампик и печать, он должен все это отвечать. Одного, другого, третьего притягнуть до ответственности. И тогда уже будет персонал такий подібраний, который скажет, что нет, я не хочу ставить печать, я не хочу, чтобы меня извольнили с работы, а чтобы я понес дальше какую-то ответственность. И тогда будут и дотриманы все нормы и правила. И маршрутные такси будут отвечать нормам техогляду. А уже тогда, в подальшем, можно и за водеев взяться. Правильная позиция, что это комплексная проблема, и решить ее комплексно только нужно. Но нужно уже с чего-то начать вчера. Ну вот, согласно экспертизе, маршрутки под Житомером, да, была неисправна тормозная система. Вот здесь много вопросов. Действительно ли проверяли текст состояния маршрутки перед тем, как она выезжала на рейсы, и вот то, о чем Евгении, вы только что сказали, что кто-то поставил просто печать, и все. Ну, это абсолютно. Вот мы, я невеличку паралель проведу с недавними подиями, дуже всем известными, в лагере «Відпочинку для детей» Виктория. Там тоже судят особу, яка просто фактично поставила печать, чи розписалась за пожежную безопасность. Вот это самое у нас приблизительно происходит у всему и скрозь. Так же самое происходит все и с проходением тихогляду, и с выпуском этих водеев на лінію, чтобы они работали. Есть люди, которые просто расписываются и в дальнейшем даже не думают о том, что может быть какая-то ответственность. Вот и все. Давайте послушаем еще одного телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Да, мы еще минут, я думаю, 5-6 в эфире, поэтому можете дозвониться к нам и высказать свои мнения. Ну и также напоминаем, что вы можете голосовать на нашей странице в Фейсбуке и звонить по нашим телефонам, чтобы проголосовать в прямом эфире. Вопрос голосования, напомню, звучит так. Основная причина ДТП с участием маршруток – это неисправность авто или все-таки халатность водителя. На данный момент, как вы видите, в Фейсбуке 26% считают, что неисправность, а 74% – халатность водителя. Похожие результаты, кстати, у нас и в телеэфире сейчас. Обычно у нас бывает наоборот, размяться, но здесь вот сходится во мнение, что все-таки большинство ДТП происходит из-за халатности водителя. Если есть у нас очередной звоночек, здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да, мы слушаем вас. Алло, вы меня слышите? Да, да, да. Смотрите, пожалуйста, вот я вас хотел задать вопрос, ну это больше относится к полиции нашей, к нашим законам. Я водитель фуры, это правомерно, что делают днем, запрещают движение, потому что, видите ли, жарко, а ночью заставляют ехать. Человек ночью должен спать. Как он может день на жаре простоять, а потом весь день, всю ночь ехать? Вот поэтому у нас случается и ДТП. Но этого никто не может понять. Вот ответьте мне на этот вопрос, пожалуйста. Спасибо, услышали вас. Да, вводится типовой режим при повышении температуры воздуха плюс 28 градусов. Если грузовой автомобиль свыше 24 тонн общего веса, либо превышает вес 7 тонн на ось, он должен быть остановлен в месте отстоя. Это делается для сохранения дорожного покрытия. Это делается по всей Украине, согласно постановлению Кабинета Министра. То есть это полностью законное основание для остановки грузового транспорта в дневное время суток, если температура превышает плюс 28 градусов. Как бы ночью, если водителя остановили, на целый день он может, я считаю, отдохнуть за целый день. Опять же, 24 тонны, правильно? Да, если общий вес 24 тонны, свыше. Если он ниже 24 тонн идет, то, пожалуйста, он может ехать. Да, но если человек ночью выспался, его днем остановили, спать, понятное дело, не хочет, тянет до ночи, а ночью уже надо ехать. Он же не управляет транспортным средством, по сути. Когда его останавливают, он отдыхает. Он не управляет транспортным средством. Он не управляет. Он ночью поспал, выспался, выспался. Ну, в таком случае, я понимаю, что нужно менять просто режим сна таким водителем. Это общеизвестный факт по всему государству, что при температуре 28 грузовые автомобили не двигаются дорогами государственного значения. Это всем известно, но водителям все равно, а может я проскочу, а может я проеду. И получаются такие ситуации. Покрытие асфальтное. От нагрева оно портится. От давления шин. Еще один звонок телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте, я только что вам задавал вопрос, вот товарищ полицейский мне ответил на этот вопрос. Но вы же понимаете, человеческий фактор, человек ночью должен спать. И это глупо, кто это придумал, закон, который рассказывает, что днем вы в эту же руку в кабине можете поспать и отдохнуть. А в час-два ночи человека ломает, а ему надо ехать. А он усыпает за рулем, а он должен доставить груз. Это неправильно, я понимаю, что в этом виновно наше правительство. Это сверху все исходит, но это все неправильно. Потому что вы возьмите любой, пускай сядет полицейский в кабину, посидит целый день в кабине в жале, когда 30 градусов. А ночью в 10 вечера ехать. А ты хочешь спать, ты днем не поспишь. Вы считаете, это правомерно? Я вот этот вопрос задаю. И вот оттуда выходят наши все ДТП, усыпают водители автобусов, водители фуры усыпают, которые на трассе останавливаются. Потому что он дальше ехать не может, но он усыпает. Он остановился, на 15 минут отключится. А в то время автобус ехал в него и случилось ДТП смертельное. Вот что неправомерно. А дороги надо делать качественные, чтобы во всем мире водители ночью спят, а днем едут. А если у нас воруют деньги, а дороги не делают, и вы делаете водителей виновными всегда. Спасибо за вопрос. Ответьте мне еще раз на этот же вопрос. Спасибо вам. Если следовать замечанию этому, то... Это крик души, я бы сказал уже. Да, это не замечание уже. Тогда и железнодорожный транспорт надо на ночь остановить, потому что машинисту надо спать в ночное время. Ну, это неправильно. Я хотел бы дополнить и все-таки поддерживать девчонку, которая телефонировала. В чём суть заключается? В том, что действительно нужно менять подход, напевно, до строительства дороги, чтобы у нас дороги не расставали под большой температурой. И вот, если у нас будет дорожное покрытие более-менее, и если не будет на него действовать, скажем так, вага фури при такой температуре, так, тогда, конечно, будет изменяться и подход к норме работы, и нужно будет в ночи спать, а в день ехать. Остается буквально у нас, ага, две минуты, ещё один звонок, и давайте услышим. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Я бы хотел задать вопросик касательно причины ДТП с участием маршрута. Весь всего виноват всегда то, что водители не отдыхают. Водители, как правило, все приезжие, они там не спят ночью, они там в маршрутках спят. И когда он выезжает на работу, он не отдохнувший. Поэтому и пока будет присутствовать при этом, что водитель даёт деньги, сдачи, звонок по телефону во время движения и так далее, всё это приводит к аварийности на маршрутках. Существенное замечание, действительно, мы обсуждали этот момент, что человек должен работать, водитель 8 часов, в итоге получается, что он, наверное, более 12. Но это вина всё-таки кого? Владельцев маршрута? Мне кажется, обоюдно. И перевозчиков, которые требуют от водителя зарабатывать определённую сумму денег в день. Иначе, если он не заработает, его либо штрафовуют, либо уволят. Или водителей, которые хотят больше заработать. И водитель, конечно, хочет больше заработать. Конечно, вина и водителя, но более тут вины перевозчика. Я вам скажу о том, что нужно усиливать штрафные санкции должностным лицам, которые осуществляют пассажирские перевозки. Значительно усиливать. Потому что в недавнем времени, когда перевозили организованную группу детей, один из перевозчиков, управлением патрульной полиции было организовано сопровождение. При проверке документов водитель оказался в алкогольном опьянении. Он ввёл с организованной группой детей. Это раз. Перевозчика, я считаю, нужно лишать полностью лицензии и права на деятельность хозяйственную в сфере пассажирских перевозок. Второй случай. Вчера буквально ночью остановили сотрудники патрульной полиции маршрутку. У водителя поддельное водительское удостоверение. У меня встречный вопрос, как принимали данного водителя предприятие на работу. Как они проверяли, какой стаж у него водительский и сколько человеку. При том, что при всём у него открыты все категории. Давайте услышим очередного зрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Татьяна. Я бы хотела изменить немножко вопрос. Не халатность водителей, а непрофессионализм водителей. Потому что у нас, к сожалению, в маршрутных такси работают очень много непрофессионалов. Люди, которые вообще случайные за рулём. Вот это страшно. Потому что раньше для того, чтобы... Ну вот у меня когда-то папа работал водителем автобуса. Так он 10 лет работал просто водителем грузовой машины. А потом сдавал экзамены одни, потом вторые. И только после этого ему разрешили водить автобус. А сегодня у нас водителем маршрутки может, по-моему, любой... Не то, что Одессит, которому 18 лет исполнилось. А любой приезжий, который даже не знает ни остановок, ни города, ничего, он садится за руль и едет, разговаривает, отвечает, иногда грубит. Поэтому тут вопрос не в халатности. А надо более чётко понимать, что доверяются жизни. И надо за руль такого транспортного средства садить профессионалов, а не случайных водителей. Спасибо, Татьяна. Услышали вас. Но, если не ошибаюсь, с 18 лет человек не имеет права возить людей. Правильно там? Сколько должен быть старше? Пяти лет? Три года, насколько я помню. Правильно. Нема профессионалов. Все хотят, чтобы профессионалы выполнили свою работу, но их, на жаль, все меньше и меньше с каждым годом. Профессионалы не только в сфере автотранспорта или перевозки пассажиров, а вообще в всех сферах. Это вопрос к государству и политике, которую ведут керманицы. Александр, мы уже обсуждали состояние технического состояния маршруток. Что вы скажете? Вот как раз на языке крутится. Вот вы говорили про техосмотр. Техосмотр проводится у нас раз в один год. Давайте просто прикинем на пальцах, сколько пробегает маршрутка. Одна маршрутка за год. Я думаю, что она успеет развалиться. То есть, вот женщина говорила, как было раньше. Да, раньше был автопарк, и перед выездом машины на линию она проходила какое-то ТО. Сейчас этого не делается. Вот наша основная причина. Мы все слышим эти скрипы тормозов. Точнее, это уже не тормоза, это уже металл по металлу идет. О тормозах мы там уже даже не можем говорить. Тем не менее, эти машины находятся на… Это действительно ужасный звук, особенно когда еще находятся в маршрутке. Если это был бы просто звук, мы еще бы могли мириться. Но такая маршрутка с такими перегрузами, все видят, как в них запихиваются, она не способна остановиться. Второе. По поводу непрофессионализма водителей. Да, профессиональных кадров сейчас ни в одной сфере невозможно найти. Я, как владелец автосервиса, то же самое могу подтвердить. Вот руки даже не полностью отмыл перед тем, как он ехал, потому что пришлось просто полувольнять всех людей. Но давайте еще с другой стороны посмотрим, на чем ездят эти водители. Сказали, режим. Да, режим у них адский. Кроме того, сейчас жара. Если я сажусь в маршрутку днем, да, я проезжаю в ней там, ну, полчаса, сорок минут, я готов бросаться. Я мирный человек, я готов бросаться на людей после того, как я в ней проеду. Водитель в ней находится целый день, грубо говоря. Это просто адские условия, это нечеловеческая нагрузка. И вполне понятно и логично, хотя и неправильно, что он начинает вести себя неадекватно на работе, проявлять какой-то непрофессионализм. Третье. Уже хотелось бы самим пассажирам сказать, нашим телезрителям. Давайте как-то уже прекращать. Мне нужно выйти здесь, а вот Вася с прошлого маршрута меня остановил. То есть есть остановка, где нужно выпускать вот это просто кричащее, это каждодневное водопроводное красный крест. Сделали разметку, сделали вам пешеходный переход, сделали подземный переход, сделали разметочку для маршрутки. Вот кто-то из вас, кто ездил, кто-то видел там хоть раз остановить, чтобы маршрутка остановилась. Ни разу не видел этого. Все маршрутки всегда останавливаются возле светофора в самом узком месте. И там же, пожалуйста, ДТП, 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 ДТП. Почему они останавливаются? Они там сами хотят останавливаться? Нет. Потому что мне вот здесь начинается скандал. Водитель, который уже намотал там 300-400 километров в таком ритме, в таких условиях, он уже не хочет просто с этой бабушкой, с этим дедушкой, он не хочет ругаться. Он встал, включил аварийку, все, выходи. Просто выходи. Поэтому со стороны наших пассажиров, одесситов, я думаю, тоже нужно немножечко менять себя. Режим движения маршрутное такси предполагает остановку везде, где это возможно, где это позволительно. Где не запрещено правилами дорожного движения. Но это водители не всегда исполняют. Совершенно верно. Не только на остановках, но режим маршрутное такси предполагает остановку, как по требованию пассажира, который стоит на... С соблюдением правил дорожного движения. О чем же мы и говорим? А в том месте конкретно нельзя останавливаться. Вы акцентировали на том, что на остановочных пунктах, я так понял. Там оборудованы остановочные пункты. Ну это само собой. Да, но конкретно где вот в этом месте останавливаются у нас маршрутки, там нельзя останавливаться никому. Там, где вы озвучили, я согласен. И еще на пешеходных переходах очень часто любят останавливаться, особенно перед площадью 10 апреля. Ну это не только водители маршруток, там все любят стоять. Ну что ж, очень мало остается у нас времени. Действительно, вы, Александр, правильно сказали, что проблема это комплексная. И мы уже выяснили, что и законодательство нужно улучшать, и водителей маршруток, и собственников маршруток больше привлекать к ответственности. И культуру поведения, как и у водителя маршрута и такси, так и у пассажиров. И у водителей легкового транспорта тоже. Ведь может зайти, давайте, у нас любят особенно бабушки по утрам зайти, вытрепать нервы на целый день. В каком состоянии, с каким настроением будет ездить потом водитель? Но это не всегда бабушки. Не всегда, я просто образно говорю, не всегда бабушки. Может и девушка какая-то, либо же парень. Ну это тоже человеческий фактор, это тоже нужно учитывать. Давайте подводить итоги интерактива. Основная причина ДТП с участием маршрута. Так это неисправность авто 53%, так считают зрители, халатность водителей 47%. Ну и в Фейсбуке 26% считают, что это неисправность транспорта, и 74% все-таки считают, что это халатность водителей. Ну за халатность водителей в обоих случаях голосуют больше. Вот такие результаты.